МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В утреннем эфире вы услышите. Весеннее благоустройство в Ульяновской области начнется с 1 апреля. График проведения уборки общественных территорий и дворов обсудили на заседании штаба по комплексному развитию региона. Юловское озеро хорошо известно жителям Ульяновской области, но мало кто задумывается, что оно на самом деле является прудом, то есть рукотворным творением. Пруд находится в окружении соснового бора с чистейшим живительным воздухом. Открывает утреннюю программу мой коллега Евгений Слюняев. Он расскажет о знаменательных событиях и интересных фактах, произошедших в этот день. Исторический хронограф Сегодня, 20 марта, отмечаются Международный День Земли и День Весеннего Равноденствия. В разные годы истории в этот день происходили следующие события. В 1792 году Национальная ассамблея Франции одобрила использование для казни гильотины. 20 марта 1833 года в России вышло в свет первое полное издание романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин. 20 марта 1890 года в Симбирске в семье лесопромышленника родился педагог, журналист и шахматист Сергей Хромцов. Более 50 лет Сергей Хромцов преподавал истории в учебных заведениях Симбирска-Ульяновска. Увлекался поэзией, публиковал свои стихи под псевдонимом «Воцморх». Серьезно занимался шахматами и с 1911 года до середины 1950-х годов считался лучшим шахматистом города. С 1945 года руководил шахматной секцией в Ульяновском дворце пионеров. Воспитал несколько поколений выдающихся шахматистов. Стал первым из ульяновцев кандидатом в мастера спорта по шахматам и судьей республиканской категории по шахматам. Много лет возглавлял шахматные федерации города и Ульяновской области. Провел сотни шахматных турниров местного значения. 20 марта 1912 года в селе Иваньково Алатарского уезда Симбирской губернии, ныне Алатарского района Чувашской республики, родился краевед и общественный деятель Александр Блохинцев. Участник Великой Отечественной войны Александр Блохинцев с 1958 года жил в Ульяновске. Работал в обществе знания, возглавлял городское экскурсионное бюро. Александр Блохинцев был инициатором проведения пушкинских праздников в Языково, Ивашевских дней в Унберах, Огаревских дней в Проломихе. Он автор книг «И жизнь и след оставили своей», «Декабристы и симбиряне», «Симбирск XVIII века», а также более ста журнальных и газетных статей. 20 марта 1917 года издан приказ Временного правительства России о переименовании всех императорских театров в государственные. Согласно этому же приказу, из всех театров убраны портреты императора и геральдические знаки империи, орлы и короны. 20 марта 1930 года на базе Аэромеханического факультета Московского высшего технического училища создано Высшее аэромеханическое училище, позже преобразованное в Московский авиационный институт. 20 марта 1933 года принято решение о строительстве московского метрополитена. А ровно 4 года спустя, 20 марта 1937 года, в Москве введен в строй Смоленский метромост через Москву-реку и открыта станция метро «Киевская». 20 марта 1992 года в России учреждено звание Герой Российской Федерации. Специальный репортаж В начале апреля начнутся работы по весеннему благоустройству. Наводить порядок будут во всех муниципальных образованиях региона. Участники субботников будут убирать с газонов накопившийся за зиму мусор, выполнять снос и опилку сухостойных деревьев, мыть опоры освещения и остановочные пункты, приводить в надлежащий вид детские и спортивные площадки, обустраивать клумбы и высаживать декоративные растения. Работы по наведению порядка проведут на придомовых территориях, в парках и скверах, на городских улицах, прибрежных объектах и других общественных пространствах. Помимо специализированных служб, в мероприятиях примут участие школьники и студенты, жители многоквартирных домов, сотрудники предприятий, учреждений и организаций, волонтеры и активисты движения ТОС. Продолжит министр ЖКХ и строительства области Руслан Хайрудинов. В период с 1 апреля по 2 июля 2024 года, согласно распоряжению губернатора Ульяновской области, будет проводиться комплекс работ по весеннему благоустройству территорий населенных пунктов. Будут организованы 6 областных санитарных пятниц по наведению чистоты и порядка. Данные мероприятия пройдут 5 и 19 апреля, 17 и 31 мая, 14 и 28 июня. 27 апреля пройдет областной субботник, приуроченный к празднику весны и труда. Для организации проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населенных пунктов создан штаб под руководством заместителя председателя правительства Лазарева Евгения Александровича. Во всех муниципальных образованиях разработаны и приняты муниципальные нормативные правовые акты о проведении комплекса работ по весеннему благоустройству, назначенные ответственные за организацию данного мероприятия, представлены Министерству утвержденные планы работ на период трехмесячника по благоустройству. Активная работа в этот период нам совместными усилиями поможет подготовить регион к летнему сезону, убрать весь накопившийся мусор, привести в порядок улицы, парки, скверы, очистить фасады зданий. Мероприятия по проведению комплекса работ по весеннему благоустройству включают в себя санитарную очистку территорий, инвентаризацию мафов, детских и спортивных комплексов на придомовых территориях и объектах социального комплекса и их ремонт, покраска и установка дополнительного оборудования, завоз песка на детские игровые площадки, ремонт, покраска, установка новых скамеек, садовых диванов на придомовых территориях, скверах и парках, определение мест высадки и посадки зеленых насаждений на придомовых территориях и магистральных улицах, Очистка фасадов, помывка витражей, очистка и ремонт остановочных комплексов. Также это побелка стволов деревьев и покраска бордюрного камня, разбивка клумб и высадка цветов. При подготовке к комплексу работ по весеннему благоустройству главам администрации муниципальных образований необходимо в оперативном порядке организовать проведение следующих мероприятий организационного характера. Провести установочные совещания с руководителями управления образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, спорта, промышленности, предпринимательства, на которых за каждым предприятием, организацией, учреждением должна быть закреплена территория населенного пункта определен объем работы. Обеспечить ежедневный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству, довести до населения муниципального образования через средства массовой информации и наглядную агитацию информацию о проведении на территории муниципального образования комплекса работ по весеннему благоустройству. А также обеспечить предоставление в Министерство информации в виде так называемого экрана мониторинга на еженедельной основе. Помимо мероприятий организационного характера необходимо осуществить подготовку уборочного ручного инвентаря для обеспечения населения в период проведения комплекса работ по благоустройству, осуществить закрепление за руководителями предприятий и организаций бесхозных территорий, помимо территорий, прилегающих к собственным объектам, обеспечить работающих грузовым автотранспортом и погрузочной техникой, решить вопрос вывоза мусора на период проведения комплекса работ по весеннему благоустройству. В министерстве будут организованы выездные проверки качества выполненных работ во всех муниципальных образованиях области. Основные этапы по подготовке и проведению субботников являются с 1 апреля по 9 мая приоритетной задачей является подготовка территории населенных пунктов к проведению праздничных мероприятий, таких как 1 мая – День труда и открытие паркового сезона, 5 мая – Пасха, 9 мая – День Победы. Для достижения указанных целей 5 и 19 апреля состоятся областные санитарные пятницы по наведению чистоты и порядка, 27 апреля пройдет областной субботник, приуроченный к празднику весны и труда. С 10 мая по 14 июня главный акцент мероприятия по наведению чистоты и порядка должен быть сделан на подготовке пришкольных территорий к последнему звонку, парков и скверов к Дню защиты детей и старту пляжного сезона 1 июня, а также празднование Дня России 12 июня. Областные санитарные пятницы состоятся 17 и 31 мая, а также 17 июня. С 15 июня по 1 июля станет завершающим этапом трехмесячника. Финальными мероприятиями по проведению комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населенных пунктов станет областная санитарная пятница, которая пройдет 28 июня. После чего мы переходим в режим поддержания чистоты в населенных пунктах. В этом году Минстроем России на портале за.городсреда.ру предусмотрено проведение всероссийского онлайн-голосования по отбору дизайн-проектов благоустройства, реализация которых будет осуществляться в 2025 году. Жители региона смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в офлайн-режиме. Адреса пунктов голосования размещены на сайте национальныепроекты.рф. После 17 марта голосование продолжится только в онлайн-формате и продлится до 30 апреля. Администрациями муниципальных образований определен перечень объектов, участвующих во всероссийском голосовании. Гражданам предстоит выбрать дизайн-проекта благоустройства 15 парков и скверов в 7 муниципальных образованиях области. Для каждой территории разработано по два варианта обновления общественных пространств на выбор. На региональном и муниципальных уровнях определены ответственные по работе с платформой для всероссийского голосования. Разработаны и направлены Минстрой России план информационного сопровождения и план по привлечению добровольцев. На портале добро.ру осуществляется набор волонтеров, благоустройство для помощи в проведении голосования. Старт набора был еще 8 января 2024 года. В настоящий момент количество добровольцев, которые прошли регистрацию, составляет 386 человек. Закуплена и передана в муниципальное образование экипировка для волонтеров, футболки и кепки. Для каждого муниципального образования изготовлены баннеры, распечатаны цветные листовки тиражом более 10 тысяч экземпляров. Также в муниципальных образованиях переданы электронные планшеты для волонтеров с целью организации всероссийского голосования на месте. Еще раз напомним, что всероссийское онлайн-голосование стартует 15 марта. Граждане могут проголосовать тремя способами. Первый на портале за.городсреда.ру с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Второй способ на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе». И третий – через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование. Вы слушали министра ЖКХ и строительства Ульяновской области Руслана Хайруддинова. Ульяновск. Спорт. В Нижнем Новгороде завершились всероссийские соревнования «Общество Динамо» по боксу среди девушек, юниорок и женщин. Результаты сборной Ульяновской области. Татьяна Константинова и Сабена Ермольченко – золото. Серебро – Яна Варданян. На первенстве России по биатлону среди юниоров, который проходит в городе Ханты-Мансиск, Александр Лугинин на дистанции гонка 15 километров занял почетное шестое место, что позволило спортсмену принять участие в цветочной церемонии награждения. Поздравляем спортсмена и его тренер-преподавателя Василия Русанова с достойным результатом. В Самаре прошли всероссийские соревнования, посвященные памяти тренера СССР Михаила Аношкина по самбо среди юношей 12 и 14 лет, 2010-2012 годов рождения. Димитровградские самбисты успешно выступили на соревнованиях и заняли призовые места. Руслан Гусейнов в весовой категории 46 килограммов занял первое место. Матвей Хомяков в весовой категории 50 килограммов занял первое место. А Рифат Шагвалиев в весовой категории 42 килограмма занял третье место. 16 марта в Уленовске завершился финальный матч чемпионата России по футзалу среди женщин. На первоклассном паркете спортивного комплекса «Фаворит» в борьбе за чемпионство схлестнулись извечные соперницы – команда Москвы и Московской области. Третье место традиционно заняла питерская команда, накануне обыгравшая с сухим счетом 5-0 соперниц из Свердловской области. Уленовская область заняла шестую строчку. С 14 по 16 марта проходили чемпионат и первенство города Уленовска по художественной гимнастике. Команда «Виват» в составе Татьяна Ваганова, Алсу Фазлиева, Риана Имангулова, Ульяна Саратовцева, Александра Разорвина заняли первое место по нормативам первого спортивного разряда. Команда «Фортуна» в составе Дарья Жаренова, Ксения Леонтьева, Софья Гришина, Маргарита Сосольцева, Ирина Долгополова заняли второе место по нормативам первого спортивного разряда. Команда «Флэш» в составе Самира Алиева, Ольга Ильина, Амалия Котельникова-Стытьюк, Полина Костина, Арина Абмилюхина, Аксинья Шумаева заняли третье место по программе КМС. На станции «Охотничья» 17 марта прошли областные соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти». Биатлонисты школы «Рингстар» заняли высокие места. Антон Карманов – первое место, Кирилл Токунов – третье место, Дмитрий Стихонин – шестое место. В столице Республики Башкортостан проходили чемпионат и первенство Федерации зимнего плавания России. Бассейн 25 метров на 6 дорожек был вырублен во льду Солдатского озера в центре Уфы. В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из 41 города страны. Спортсмены соревновались на дистанциях от 25 до 200 метров вольным стилем, брасом и баттерфляем. Ульяновск представляли пять пловцов-ветеранов зимнего плавания, Антонина Жуковская – пять золотых медалей, Юрий Сапожников – одна золотая и две серебряные медали, и Надежда Чевская – одно серебро. Наиболее успешным стало выступление ведущих зимних пловцов Ульяновска Анны Барбитовой – восемь золотых медалей, и Ларисы Харитоновой – две серебряные и шесть бронзовых медалей. Воспитанница Ульяновской хоккейной школы «Лидер» Карина Иванова прошла сборы в школе юных вратарей Владислава Третьяка. Профессиональные учебно-тренировочные сборы прошли в городе Дмитров Московской области. В них также принял участие тренер-преподаватель Артём Марцев. На протяжении недели вратари из разных регионов страны занимались по специальной программе на льду и в спортзале. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк лично провёл ледовое занятие для воспитанников школы, поделился с ними профессиональными секретами и дал юным галкиперам рекомендации. Наш край – Ульяновская область. Озеро Юлова – не просто водоём, а памятник природы. Свой текущий статус он получил в марте 1981 года. Находится он в 20 километрах от районного центра – города Инзы. Расстояние от Ульяновска составляет без малого 160 километров. Водоём окружают следующие населённые пункты – Юлова, Глотовка, Коноплянка, Труслейка, Аргаш. До озера можно добраться на автомобиле или общественном транспорте. Правда, последний вариант включает в себя и длительную прогулку пешком. До села Юлова можно доехать на автобусе. Следующим по маршруту – Ульяновск-Инза. Подходит и направление в сторону Пензы. Главное, чтобы он останавливался у поворота на Юлова. Именно так называется ваш конечный пункт. До пруда придётся идти пешком. На автомобиле же путь из Ульяновска займёт больше двух часов по трассе ИР-178. Рядом с населённым пунктом Урена-Карлинская нужно повернуть в сторону села Корсун. Позади останутся Краснополка, Погорелого, Сосновка, Коноплянка. Заезжать к озеру можно через одноимённый посёлок. На дорогу из Инзы вы потратите всего полчаса. Своему появлению водоём обязан местному помещику, который в 20 веке затеял строительство водяной мельницы на реке Юловка. Образовавшийся пруд впоследствии и стал называться Юловским. В настоящее время водоём достигает двух километров в длину, а его ширина – 500 метров. Общая площадь – 65 гектаров. Максимальная глубина составляет 15 метров, а по некоторым сведениям может доходить и до 20. Береговая линия Юловского пруда покрыта тростником, камышом, лютиком, купальницей и другими характерными для подобных водоёмов растениями. В окрестностях встречаются хвойные и лиственные деревья – ива, ольха, берёза. В этой местности имеются заливные луга, низменные болота, а на прилегающих возвышенных водоразделах – прекрасные леса, в основном сосновые. Водоём питается родниками, при соблюдении определённого режима может самоочищаться. Исток пруда – болотистый, порожший тростником и осоками. Здесь расположены удобные места для гнездования водоплавающей дичи. Из представителей фауны здесь обитают различные сприкозы, жуки, шмели, кузнечики, бабочки. Очень много в этих местах кровососущих насекомых. Чтобы не омрачить отдых, лучше заранее запастись большим количеством защиты от комаров. Богата флора и прибрежные зоны, где имеются благоприятные условия для обитания водоплавающих и околоводных птиц – утки, чайки, крачки, кулики. За длительный период на территории сформировалась типичная водная растительность, свойственная озёрам. Резка малая, болотник изменчивый, кувшинка белая, кубышка жёлтая. Это место стоит посетить не только любителям природы, но и тем, кто не мыслит свой отдых без рыбалки. Знатоки, удившие в водах пруда, говорят, что здесь можно выловить окуня, плотву, щуку, леща и карася. Некоторые экземпляры достигают вполне приличных размеров. Чтобы стать обладателем такого улова, в качестве приманки используйте верхоплавку. Крупные щуки, подлещики и караси клюют у берегов, поросших камышом. Лучше всего удить с лодки. Высокая прозрачность воды позволяет наблюдать за поведением рыбы. Самый благоприятный месяц для клёва на озере – май. А вот с размещением около озера не всё так радужно. Среди возможных вариантов – ночлег в палатках. В высокий сезон вакантные места занимают уже в пятницу. Палаточный городок расположился по соседству с Сосновым бором. Знающие путешественники советуют обзавестись провизией, мангалами и всем необходимым ещё до поездки. Это избавит от лишних хлопот. Ближайшие магазины находятся рядом с детским лагерем. На противоположной стороне от пляжа. Богатым ассортиментом они похвастаться не могут. За время существования озеро обросло мистическими тайнами и легендами. Некоторые из них настолько прочно укоренились в сознании местных жителей, что уже давно выдаются за правду. Так, юловцы утверждают, что в здешних местах часто можно увидеть НЛО. Неопознанные объекты предстают в различных образах. То в виде блестящего эллипса, то в виде огненных букв. Но ничто не сравнится с преданием о чёртовых колодцах. Они же в народе вонючие ямы. Местные жители считают, что они появились в окрестностях пруда, когда на землю упали три раскалённых камня, тем самым пробив в земле бреши. Почему они наполнились водой с запахом сероводорода, легенда скромно умалчивает. Вкусно и полезно. С вами Наталья Козина и региональный центр общественного здоровья. Почему зимой вес ползёт вверх? Набор веса в зимний период – это нормальный физиологический процесс. Этому есть несколько причин. Во всём животном мире, которому принадлежит и человек, действует одно правило. К зиме нужно обзавестись природным утеплителем. А жир идеально для этого подходит. Жировая прослойка хорошо удерживает тепло и греет. Безусловно. Самой первой причиной лишнего веса за зиму остаётся то, что мы много едим. В холодное время года хочется больше жирной, углеводистой, плотной пищи. Все эти продукты обладают высокой калорийностью. Следующая причина – мало двигаемся. Тем более, если на улице холодно и скользко. Тут не до прогулок. Как утверждают врачи, физиологической нормой считается набор лишнего веса за зиму – это 3 кг. Чтобы не набрать большего, есть несколько правил. Первое. Чтобы не толстеть зимой, нужно исключить переедание. К выбору рациона нужно подойти особенно внимательно. Каши в своём меню лучше оставить. Они дают необходимую нам энергию. А вот хлеб и другие мучные изделия, сладости, жареные блюда и алкоголь лучше свести до минимума. Питание – питание, а специалисты утверждают, что большинство причин увеличения веса зимой также связаны с гормонами. Можно выделить двух главных эндокринологических виновников. Это витамин D и гормоны щитовидной железы. Главный терапевт Ульяновской области Надежда Рогожина всё объяснит. Так, у витамина D есть влияние на жировой обмен. Дефицит вызывает ухудшение чувствительности к инсулину. Это приводит к тому, что инсулина вырабатывается больше, и он способствует накоплению жира. Инсулин – один из самых запасливых гормонов. И не только переносит глюкозу у мозга и мышцы, но отвечает и за расход жиров. И чем больше инсулина вырабатывается, тем неохотнее тратится жир. Именно поэтому люди с сахарным диабетом первого типа, у которых нет своего инсулина, худые. Известно, что уровень витамина D в организме во многом зависит от количества солнечного света, вернее, ультрафиолетового излучения. Жители большинства регионов России подвержены дефициту витамина D гораздо больше, чем жители южных стран. В практике у врача-эндокринолога постоянно встречается ситуация, когда витамина D не хватает у молодых людей, причем даже поздней весной и летом. И еще один враг витамина D – болезни. Конечно, вряд ли из нас, кто не болел за осенне-зимний период, не перенес простуду. А ведь каждая простуда – это повышение потребности витамина D, так как он помогает иммунитету. Вторая составляющая – это щитовидная железа. Этот орган участвует практически во всех процессах жизнедеятельности организма. От нее зависит, какой у человека будет пульс, будет ли он мерзнуть или ему будет жарко, как будет протекать в организме жировой обмен. Как мы можем повлиять на эту ситуацию? Во-первых, стоит сделать анализ на витамин D. Если его уровень находится на нижней границе референсных значений, логично будет предположить, что в любой нештатной ситуации организм может столкнуться с его дефицитом. В этом случае большая часть вещества уйдет на борьбу с инфекцией, а жировой обмен окажется отделен и почувствует все прелести его дефицита. Поэтому для профилактики подобных качелей имеет смысл принимать небольшие дозы витамина D хотя бы в осенне-зимний период. Безусловно, по рекомендации с врачом. Со щитовидной железой примерно та же ситуация. Зимой органу требуется больше поддержки. А как можно поддержать щитовидную железу? Безусловно, с помощью йода. Мы живем в стране, где практически повсюду йода-дефицит. Поэтому профилактический прием небольших доз йода эндокринологами всячески приветствуется, хотя бы в наиболее проблемные периоды. Препаратов йода в продаже огромное количество, и все они примерно сопоставимы по эффективности. Существует заблуждение, что если йод быстро исчезает с поверхности кожи, то это свидетельствует о дефиците йода в организме. Это не так. Раствор с поверхности кожи просто испаряется и зависит от температуры кожи. Мы говорим о растворе йода, который применяют для обработки ран. Йододефицит не лечат с помощью такого раствора. В одной его капле содержится столько йода, чтобы хватило щитовидной железе на несколько лет. И если выпить его одномоментно, щитовидная железа просто на некоторое время перестает работать. Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Как правильно писать? Слитно, раздельно или через дефиц? Пожалуй, один из главных вопросов русского языка наравне с «нужна ли здесь запятая». Сегодня рассмотрим несколько распространенных примеров. А если у вас все же останутся вопросы, другие слова можно проверить по орфографическому словарю Российской Академии Наук под редакцией Лопатиных, который так и называется – слитно, раздельно или через дефиц. А начнем мы с такого слова – онлайн-урок. Еще 10 лет назад словосочетание онлайн-урок или онлайн-курс было в диковинку. То сейчас этим никого не удивишь. С интернет-терминами – вечная беда. Непонятно, со строчной или заглавной буквы писать, латиницей или кириллицей, раздельно или через дефиц. Разбираемся. Первые части сложных слов онлайн, офлайн пишутся, во-первых, русскими буквами, а во-вторых, слитно. Онлайн в одно слово пишем, никакого дефиса после «он» нет. А вот онлайн-урок, слово «урок» пишется через дефис. Эта норма официально зафиксирована в словаре Российской Академии Наук. Других вариантов нет. Перейдем ко второму случаю. Согласно справочнику Лопатина, правила русской орфографии и пунктуации, слова, у которых первая часть начинается с иноязычных – видео, аудио, медиа, фото – всегда пишутся слитно со второй частью, даже если интуитивно хочется их разделить, а ворт бьет тревогу, указывая на орфографическую ошибку. Будь то видеоурок, видеотрансляция, видеоигра или видеообъявление. А если вдруг встретилось суперсложное слово, то его можно написать так – аудио-видеозапись, все слитно. И напоследок победитель по ошибочному раздельному написанию. Еще одна хитрая англоязычная приставка, которую мы все так любим – супер. Не верьте тем, кто пишет супер, класс, раздельно, потому что правильно – суперкласс, суперигра, суперумный или, как в нашем примере, суперсильный. Проблема в том, что супер в нашей обычной жизни воспринимается в качестве полноценного, самостоятельного слова, поэтому его так и хочется написать отдельно. Впрочем, в английском языке его и пишут раздельно, а мы будем писать слитно. Запоминаю, частица супер со всеми словами в русском языке пишется слитно. И на этом у меня сегодня все. Всего вам доброго. До свидания.